СПОНСОР ПРОГРАММЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8800-5977 Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что наступает лето, соответственно, наступают летние каникулы. Ну и все, что с этим связано, я имею в виду отдых и оздоровление детей. Именно это является темой нашей сегодняшней программы. А гость нашей сегодняшней программы – заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара. Лидия Теслина. Здравствуйте, Лидия Васильевна. Ну и прежде чем я задам вам первый вопрос, еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что программа у нас выходит в прямом эфире. И так или иначе, уважаемые телезрители, вы можете принимать мне участие, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира в течение всей программы будет внизу у ваших экранов, но все равно его напомню – 290-06-46. То, что касается заявленной темы, Лидия Васильевна. Мы понимаем сейчас уже, ну вот получается, сколько там, последние дни мая, да, сегодня 28-е. Мы понимаем, сколько у нас детей в Краснодаре, сколько мы так или иначе примерно задействуем вот в этом самом летнем отдыхе и оздоровлении. Конечно, понимаем. 293-600 детей у нас в Краснодаре проживают от 0 до 18 лет. Детей школьного возраста 128 тысяч, и в принципе практически всех детей школьного возраста, и 34 тысячи детей от 4 до 7, которых мы можем оздоровить, мы оздоровим. То есть, подождите, получается, давайте тогда, чтобы разобраться. Получается, вот в этой отдыхательно-оздоровительной программе участвуют дети от 4 до 17 лет. До 17, до 17 включительно. 18 лет люди уже взрослые, они считаются детьми, поэтому до 18 лет мы их оздоравливаем, они отдыхают и занимаются. Здесь, я так понимаю, что вы представляете управление семьи и детства, есть у нас еще департамент образования, у которых своя программа существует, есть еще, я так понимаю, социальная защита населения, у которой тоже своя программа, или как происходит вот это разделение? Кто за что отвечает? Ну, в общем-то, все структуры города, как администрация, так и краевые структуры, однозначно принимают участие в отдыхе и оздоровлении. Каждая в своей части. Культура, это площадки, они занимаются при учреждениях культуры, мероприятия. Ну, опять же, там те же самые школы искусств, музыкальные школы, библиотеки и так далее. Образование у них своя ниша, у них точно так же есть учреждения доп. образования, которые работают все лето и на площадках, и на вечерних площадках спортивных принимают деток. Есть управление по соцвопросам, которое отвечает у нас за занятость. У нас есть в городе программа занятости, детской занятости, на которой выделяются определенные средства. Ну, и есть мы, которые как бы реализуем, скажем так, выдаем путевки, которые нам передаются Министерством труда и соцразвития Краснодарского края, то есть закупленные непосредственно в крае, в субъекте. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. 290-06-46, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Алло. Да, скажите, как вас зовут. Добрый день. Скажите, Галина Владимировна, скажите, пожалуйста, вот я стою в путевку, ну, в защите, получить путевки бесплатно. В этом году сказали, не будет таких путевок, я вот разговаривала, сразу звонила. Это реально получить в этом году? Так, давайте попробуем разобраться, не очень хорошо у нас со связью, вы стоите в очереди на получение бесплатной путевки. Так, да, в Тайнецкий лагерь. Ну, вот два раза я звонила, и мне сказали, что в этом году путевок не будет. Так, а вы стоите вот здесь... Да, понятно. Вот здесь Лидия Васильевна уточняет, вы стоите в очереди в управлении. Да. По вопросам семьи и детства. Спасибо большое за телефонный звонок, давайте тогда разбираться. Значит, в настоящее время городу Краснодару, ну, уже неоднократно мы говорили, что путевки приобретаются Министерством труда. То есть это краевые структуры? Это краевые структуры, они приобретают в соответствии с законодательством, путем там проведения торгов и аукционов. Согласно бюджету. Естественно, и передаются в город Краснодар в соответствии с квотой по детскому населению. Это что касается путевок в детские лагеря. Ну, на сегодняшний день городу Краснодару не передали путевки в лагеря. Структура детского отдыха по бесплатным путевкам в этом году такова, что в управлениях социальной защиты населения, которые оздоравливают детей особой категории, скажем так, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей. Вот у них в управлениях социальной защиты, у них, конечно, остаются путевочки бесплатные, и их обеспечили. То есть это несколько другая структура? Несколько другая структура. То есть наши простые граждане, которые из года в год получали у нас путевки бесплатные, к сожалению, пока, на сегодняшний день, мы не располагаем, сведения будут они в этом году или нет. Мы не можем сказать точно, что нет, но, в общем-то, ориентируем граждан на то, чтобы они приобрели, если есть возможность, самостоятельные путевки и обратились за компенсацией. Вот об этом мы отдельно сейчас поговорим, но, тем не менее, то есть бесплатные-то путевки есть, может быть, не в лагеря, но, как минимум, в больную лечебницу. В больную лечебницу достаточное количество путевок, и мы всех приглашаем за путевочками именно в больную лечебницу, как в летний период, так и в осенний. Раз уж мы об этом сейчас заговорили, есть у нас договоренность с руководством больной лечебницы, что мы позвоним им отсюда, из нашей студии, узнаем, как там сейчас происходит, на каких условиях они принимают детей. Пока этот звонок наши редакторы набирают, Лидия Васильевна, но очередь-то ведь существует, мы с вами не первый раз встречаемся здесь в этой студии, мы говорили, что лучше с января месяца, с первых рабочих дней, вот как-то обозначить свое желание на бесплатный прием. Для больной лечебницы примерно то же самое. Для больной лечебницы то же самое, просто родители, которые позаботились о том, что да, я хочу в больную лечебницу, и подали документы в январе, в феврале, у них есть право выбора. То есть пойдут они с 1 июня, либо пойдут они с 1 июля, либо они пойдут в сентябре, и тогда мы им выдаем путевку. Ну а те мамочки, родители, которые сдают сейчас и хотят получить сейчас, но не всегда так получается, потому что есть очередь, которую мы, естественно, обеспечиваем в первую очередь. И, кстати, ведь путевки, насколько я знаю, вы меня поправьте, если это не так, путевки в больную лечебницу, это не только на летний период, то есть там в течение года они поступают, распределяются. То есть если та или иная семья, если тот или иной ребенок сейчас не попал в больную лечебницу, не надо отчаиваться, есть возможность это сделать. Конечно, подают документы либо к нам в управление, либо в МФЦ, что уже стало как бы у нас законом, скажем так, доброй традицией. И, пожалуйста, через определенное время им позвонят специалисты, пригласят, у них будет тоже право выбора, даже на осень. На связи у нас руководитель больной лечебницы Краснодарской, Светлана Николаевна Анисимовна. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, первые-то дети вот в эту летнюю кампанию уже стали к вам поступать, тем более, что формально-то каникулы уже наступили, или это будет с первого числа? Мы будем ждать с первого июня. Нет, у нас уже 17 мая идут наши детки, наши краснодарские детки на лечение, на оздоровление. Тогда скажите, пожалуйста, нужно ли прежде чем к вам попасть, или прежде чем получить эту самую путевку, прийти на прием к лечащему педиатру, чтобы он сделал направление, или, в принципе, получил путевку, а там на что сделать упор уже можно решить непосредственно у вас? Совершенно верно. Вообще порядок получения путевки ранее вам рассказан. При получении путевки дальше необходимо заполнить центр на курортную карту. Это может сделать врач, лечащий врач в поликлинике, врач-педиатр. Но с этого года мы дополнительно для удобства наших пациентов ввели такую услугу, как и получение путевки, осмотры, получение справки для путевки, это осмотр педиатра и выявление основного заболевания, по которому необходимо санаторно-курортное лечение. И второе у нас дополнительное услугу, это при получении путевки, возможно, у нас даже заполнить санаторно-курортную карту. А далее все традиционно, идет прием в физиотерапевты, в специальности и специалистов по основному заболеванию. Все лечения проходят согласно стандартной медицинской помощи. И еще дополнительно могу сказать, что у нас уже второй год действует такция семейное здоровье. При оздоровлении детей мы можем оздоровить и мамочек, и им оказать дополнительную помощь. И папочек еще, и папочек, и мамочек, и папочек, и рабового сопровождающих. Для этого у нас открыта комната для детей, игровая комната с воспитанием, где можно оставить ребенка и спокойно пройти все процедуры. Ну вот здесь еще было сказано, Лидия Васильевна говорила о том, что можно выбрать время, да, но особенно тем, кто первый там подал. Совершенно верно. А у вас по времени суток можно выбрать там, вот, не знаю, утром или вечером, потому что, ну, люди-то на работе не все в отпуске. Совершенно верно. Мы понимаем занятость наших жителей, поэтому даже по всех путевке они могут позвонить в регистратору и записаться на первичный прием. Телефон 209-201. По данному телефону мы запишем в удобное время на прием к врачу, и далее уже врачи при расписании уже тех услуг, которые необходимы, дальше возвращаются в регистратору, им подбирают все удобные и совместимые все процедуры в течение их оперативного периода. Спасибо большое, Светлана Николаевна, что вышли с нами на связь. Еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, мы сейчас говорили с генеральным директором и главным врачом больной лечебницы Краснодарской Светланой Анисимовой. Людия Васильевна, ну вот не очень много времени у нас остается до рекламы, дальше мы продолжим, конечно, разговаривать, но пользуются ли вот эти путевки спросом, люди берут их? Тем более, что я знаю, что воды-то у нас в больной лечебнице ничуть не хуже, чем в тех же Карловых Варах или в Варне. Совершенно верно, путевки берут, путевки пользуются спросом, ну, наверное, если бы не пользовались спросом, нам ежегодно бы не выделяли свыше 4000 путевок. Мы каждый год реализуем практически 4200 путевок, 485, 4300, 4, то есть в зависимости от плюс-минус, да. Поэтому, я думаю, они уходят, значит, и с каждым годом все больше граждан понимают, скажем так, все преимущества свои, имея вот в центре города такую здравницу, в принципе. И ехать никуда не надо. Конечно, путевки пользуются спросом очень даже. Людия Васильевна, ну вот первую часть мы проговорили о бесплатных путевках, теперь, если позволите, о социальном выплате, о компенсациях, которые были, по крайней мере, в прошлые годы. Да, сейчас это тоже осталось? Конечно, конечно, однозначно это все осталось, и даже, мы, скажем так, призываем нашу основную платежеспособную аудиторию. Ну да, там 4000, вы сказали, это больная лечебница, а остальные сотни тысяч детей. То есть, как бы, призываем население приобретать самостоятельные путевки, тем более, до сих пор мы не знаем, будут у нас путевочки или не будут, бесплатные в лагеря, пока мы еще не знаем. Поэтому мы всех призываем по возможности приобретать самостоятельные путевочки и обратиться к нам за социальной выплатой. То есть, давайте тогда по процедуре. То есть, я как родитель беру путевку в лагерь отдыха для своего ребенка, собираю определенный пакет документов, сейчас мы об этом отдельно поговорим. Дальше я по приезду ребенка из лагеря прихожу в управление, пишу заявление. Или в МФЦ опять. Или в МФЦ. Да. Пишите заявление, подаете полный пакет документов, ваше заявление передается в управление соцзащиты, и денежка перечисляется на ваш счет. В каком объеме? Полностью я компенсирую отдых? Нет, нет. Компенсируем мы 50% от средней краевой стоимости. В этом году, чтобы было понятно, значит, стоимость одного дня компенсируется в размере 500 рублей за лагерь, то есть это лагерь. 600 рублей это за санаторий, если ребенок один находился. И 1100 рублей это за путевку, компенсация за один день пребывания в санатории для ребенка с родителем. Ну это там до 7 лет, если я правильно скажу. До 7 лет, да. Давайте вернемся к 500 рублям за лагерь. Вы сказали, половина стоимости средней по краю. Средняя по краю 500 рублей, половина стоимости... Средняя по краю 1000, мы компенсируем 500 рублей. То есть получается, что если, допустим, путевка на 20 дней стоила 21 тысяча рублей, то мне вернут 10 500. Сложно ли документы собрать, которые необходимы? Ну, в принципе, пакет документов только внешне так сложен. Ну, как бы мы все привыкли, что мы сохраняем платежные документы наши, это самый необходимый документ. То есть родитель, когда платит полную стоимость путевки, он берет подтверждение фактической оплаты стоимости путевки. То бишь, либо это приходный кассовый ордер, когда он платит, либо онлайн чек, когда он оплачивает, там, Сбербанк онлайн или что-то. Либо это чек кассовый, который выдают непосредственно в здравнице. То есть любой документ, фактически, который подтверждает. Вот, это самый главный документ. И, конечно, второй документ, это основной документ, это обратный талон. Все, как он заполнен... Ну, вот эти документы есть же в открытом источнике. Я знаю, у вас на сервере, на сайте. В МФЦ, я так понимаю, что можно взять эти документы. Совершенно верно. Это два основных документа, которые, как бы, являются основополагающим. Ну, и остальное, копию документов родителей, паспорт, копия средств рождения ребенка. Если ребенку старше 14 лет, значит, копия его паспорта. И договор со здравницей, подтверждающий вид оказанных услуг. Все. Весь пакет документов. Там с санаторием чуть посложнее, но я думаю, что... Абсолютно. А, санаторий, лицензия, но лицензию мы запрашиваем сами. То бишь граждан... А там какие услуги медицинские оказаны, это тоже... Это там в договоре все? Это абсолютно. Если в договоре написано «оказание санаторно-курортных услуг», то мы видим, что это санаторий, побывал ребенок в санатории, и мы сами запрашиваем лицензию, то есть есть ли она. Родителю необходимо обратить внимание, когда он покупает путевку в санаторий, самому убедиться, есть ли у него лицензия у этой здравницы на педиатрическую деятельность, именно на санаторно-курортную деятельность в педиатрии. Только эти здравницы мы компенсируем. 290-06-46, телефон прямого эфира, еще один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. Говорите, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут, скажите. Меня зовут Виктория, у меня вопрос. Раньше в школе я ездила в трудовой лагерь, и вот мой вопрос заключается в том, что можно ли сейчас отправить ребенка в такой лагерь, чтобы отдохнул и заработал денег. Спасибо большое за телефонный звонок. Я, кстати, тоже помню, ездил в трудовой лагерь. Чудное времяпрепровождение. Ну, не знаю, насколько как бы... Есть сейчас пришкольные лагеря, в которых детки... Ну, это уже к образованию, да, ближе? Ну, ближе к образованию, но тем не менее. Пришкольные лагеря, которые при 30 наших образовательных организациях будут открыты, где можно заработать и денежку, и отдохнуть. Два раза их питают, но единственное, что без ночевки. То, что касается, мы сейчас говорим о компенсациях, раньше была еще такая форма, когда предприятия, неважно какой формы собственности, да, предприятия для детей своих сотрудников приобретали путевки и им компенсировали, что называется, коллективно. Да, ровно так же, 50% средней стоимости. Есть такая, никуда не делась. Она есть, она имеет место быть, и называются они гранты. Теперь они у нас называются гранты в форме субсидий. То есть организации предоставляют ровно такой же пакет документов, как и граждане, но только на юрлицу. То есть и деньги те же, и... И деньги те же, и пакет документов ровно тот же. А если это ИП, ну, не знаю, там индивидуальный предприниматель, но у него там пару-тройку человек работает. Абсолютно. Если вы зарегистрированы в налоговый, как плательщик налогов, как индивидуальный предприниматель, вы можете подать документы на предоставление грантов. Вот я знаю, что вот это вот, когда родители сами покупают, эта форма набирает там за последние, ну, сколько там, 5-6 лет, 7, сколько есть эти выплаты, она набирает с каждого года об обороты. А предприятия покупают? И предприятия покупают, но, к сожалению, с предприятиями немножко такой нюансик есть. Предприятия не должны иметь задолженности перед бюджетом по налогам, по имуществу, и поэтому, если у них немножко... Есть проблемы? Да, если есть проблемы, к сожалению, не получается компенсировать. Кстати, а документы вернуть, я имею в виду, предоставить, после того, как ребенок вернулся из лагеря, в какой срок нужно? Не возьми трех. Я поясню свой вопрос, да? Ребенок поехал в лагерь, родители пока работают, он из лагеря приехал, они поехали в отпуск. Ну, как-то не до документов сейчас. Три месяца. Три месяца дается законодателям, предусмотрено не позднее трех месяцев с момента приезда. То есть, в принципе, в сентябре... Окончание оздоровления. Конечно, конечно. Ну, просто лучше не откладывать. До сентября, до октября, до ноября. Ну, лучше, конечно, не откладывать, потому что есть некие моменты. Но три месяца есть у мамочек, у папочек. Вы сами говорили о бесплатных путевках. Вы сказали, да, сейчас пока, по крайней мере, они не поступили в город. Конечно, мы все ждем. Но ведь есть муниципальные лагеря. Ольгинка, есть смена. Краснодарская. Есть Дубрава, мною горячо любимая. Туда мы направляем детей? Конечно, конечно. Лагеря работают, работают в полную силу. 1 июня открытие в смен, заезд начинается. По-прежнему в том же количестве. Пожалуйста. Есть у нас еще один телефонный звонок. 290-06-46, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, мне зовут Алексей. Дают ли ребенку-инвалиду оздоровительный лагерь с 2 лет? С 2 лет? С 2 лет, да. Спасибо за телефонный звонок. Ну вот с 2 лет. Нет, к сожалению, нет. Предусматривает программа оздоровления детей только по достижении 4-летнего возраста. И больная у лечебницы, и санаторий, и санаторий для детей в сопровождении родителей только по достижению 4-х лет. То бишь, если ребенку нет 4-х лет, мы, к сожалению, вынуждены даже документы вернуть назад, не поставив в очередь. А, кстати, вот если мы говорим о детях-инвалидах, ведь там инвалидность бывает разной степени. Они пользуются каким-то определенным приоритетом, если мы сейчас говорим об управлении? Или этим занимается соцзащита? Ну, соцзащита, само собой, если они встают, как вы говорите, дети у нас бывают, инвалидность бывает разная. И если они встали в очередь к нам, конечно, они имеют право первоочередного получения путевок. То есть и здесь, ну, опять же, я так понимаю, что вот это вот там деление, ты инвалид, ты инвалид, ну, кроме того, что у него есть определенные преференции в плане очереди, то есть он точно так же может поехать в лагерь, он точно так же может поехать в санаторий, если позволяет здоровье, он может даже без сопровождения законных представителей это делать. Да, совершенно верно. То они и к нам, дети инвалиды и родители, один из которых инвалид, имеют право встать в очередь как в управление социальной защитой, так и к нам. То есть это не возбраняется, они могут и туда, и сюда подать документы, и стоять и там, и там. И там уже в соответствии с предоставленными путевками, либо нам, кому предоставили, либо в социальной защите получить путевку в первоочередном порядке, либо у нас, либо в органах соцзащиты. Скажите, пожалуйста, лагерь для своего ребенка я должен выбирать только на территории Краснодарского края? Нет, на территории Российской Федерации. А если сейчас очень модные лагеря за пределами, там языковые, или там языковые, не знаю, как правильно, кстати, где-то еще, то есть там, не знаю, в Болгарии, в Черногории и так далее, вот здесь нет? Нет, к сожалению, нет. Только на территории Российской Федерации. Еще время есть для того, чтобы... А, прийти. Звонок, давайте примем звонок тогда. Времени не очень много. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Говорите. Алло, добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня есть ли дети с заболеванием ДСП, право на реабилитацию в санаториях, если им два года? Ребенку два года? Да, да, да. К сожалению, ну вот мы... Спасибо большое за телефонный звонок, но вот мы только что говорили, да? До четырех лет мы не можем отправить ребенка только по достижению. Четырех лет и старше, до семнадцати включительно. Через медицину надо пробовать, а так у нас только с четырех лет. Спасибо большое, Лидия Васильевна, что пришли и ответили на наш вопрос. К сожалению, время нашей программы, оно не безграничное, сейчас подошло к концу. Уважаемые телезрители, вам хочу еще раз напомнить, мы говорили о летнем отдыхе, о том, что есть возможность отдыхать летом нашим детям. Все это совершенно несложно, и родители, которые обеспокоились, могут даже получить компенсацию практически половины стоимости путевки. А гостем нашей сегодняшней программы была заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара, Лидия Тесли. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.